Уважаемые граждане России! Сегодня на Тверской земле открыт монумент сотням тысяч советских солдат, сражавшихся под Оржавой. Они шли в бой, чтобы мы жили под мирным небом. Работали, любили, созидали. Гордились Россией – страной уникальной цивилизации и великой культуры. Страной, где связаны воедино судьбы, надежды, устремления многих поколений наших предков. Мы, их наследники, продолжаем этот неразрывный тысячелетний исторический путь. И знаем, что, когда мы вместе, нам даже в критической ситуации по плечу самые сложные задачи. Дорогие друзья, за последнее время не раз обращался к вам по самым значимым для всех нас, для нашей страны вопросам. Сегодня считаю необходимым сделать это вновь, накануне основного дня голосования по внесению поправок в Конституцию нашей страны. Мы голосуем не просто за поправки, облечённые в чёткие правовые нормы. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить – с современным образованием и здравоохранением, с надёжной социальной защитой граждан, с эффективной властью подотчётной общества. Мы голосуем за страну, ради которой работаем и хотим передать нашим детям и внукам. Потому уверен, каждый из вас, принимая столь важное решение, думает прежде всего о своих близких, опирается на ценности, которые нас объединяют. А это правда и справедливость. Это уважение к человеку труда, к людям старших поколений. Это семья и забота о детях, об их здоровье, нравственном, духовном воспитании. Поправки в основной закон в случае вашей поддержки закрепляют эти ценности и принципы как высшие безусловные конституционные гарантии. Стабильность, безопасность, благополучие и достойную жизнь людей мы можем обеспечить только через развитие, только вместе и только сами. Именно на нашей ответственности, на наших искренних чувствах патриотизма, заботы о Родине держится суверенитет России. Так же, как и на уважение к своей истории, к культуре, к родному языку, традициям, к нашей памяти о достижениях и совершениях наших предков. Вновь обозначу свою позицию. Она чёткая, неизменная и абсолютно твёрдая. Обновлённый текст Конституции, все предложенные поправки вступят в силу только при вашем одобрении, при вашей поддержке. Вы знаете, что голосование уже идёт несколько дней, и такой шаг продиктован требованием защитить здоровье людей. Хочу поблагодарить всех, кто уже сделал свой выбор. Завтра, 1 июля, основной день голосования. Прошу вас, дорогие друзья, сказать своё слово. Голос каждого из вас. Самый важный. Самый главный. Спасибо.